камрады всем привет он мы уже идем обратно к машине походили по этому замечательному продискованному полю вот видите пятно большое это корчма было но тут все перебито просто в хлам походили немножко вспомнили как мы здесь копали когда-то погуляли послушали сигнальчики в основном они мусорные вот ну ребятам даже попалась по одному ли по два советика вот посмотрите в эту сторону вот такие тучки надвигаются прям надвигаются на нас ребят поэтому мы сейчас будем переезжать в срочном порядке подальше скорее всего в лесочек наконец-то наконец-то обалденный сигнал на моей аськи с катушкой nl торнадо я копнул тут корни и вылетела монетка прям без понятия что ребят без понятия вот она лежит вот мы с вами вместе сейчас ее заценим это двушка 24 года скорее всего тут подтёртая надо мыть здесь сохранщик огонь фух ребят есть первая монетка и вполне себе нормальная помыть только потом покажу гуртик классный здесь все отлично сейчас эту ямку еще прозвоню классный высокий сигнал копаюсь смотрю мусор мусор пошел всякие разные думают блин ну что ж такое опять какая-то наверно банка или пробка или диклофосный баллончик а нет ребята это жетончик фляга кстати жетончик не пробитый жетончики я собираю поэтому для меня это я вам скажу довольно таки приятная находка без номерной не пробитый жетон был получен но именно так и не воспользовались скорее всего ранний жетончик штамповка зачет но лес тут тяжелый ребят тяжелый вот эта трава которая высохла уже она стоит зараза не падает мешает поиску очень сильно хороший был глубокий сигнал черный переход цветнина сигналчик правильный выпадает и такое древний ножик можно будет его попробовать реанимировать почистить обессолить хорошая находка вот легонько я зацепил лопаты ведь его не повредил гляньте что выкопал ядро будет в коллекцию почистить его и будет то что надо тяжеленькая классная находка правда теперь придется ее потаскать но ничего страшного да ребят сегодня прохладно прям давно такого денька не было прохладненького жаль времени мало на поиске так бы можно было до самого вечера ходить а как вам такое метров пять прошел еще такое ядрышко стреляли здесь что ли интересно ребята смотрите какой крупный жук лежит ну к сожалению дохлый здоровенный ох 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 он уже высушенный полностью смотрите жук олень вот это блин жучара был офигеть а чё ж ты не фокусируешься то вот смотрите ребят встретился с папой смотрите какая у него находка только что выскочила я я я я это такой-то обломок древнего бронзового топора видите слом еще того времени все патиной заросло но тут батя легонько прошелся лопаты но это уже не столь важно потому что это уже фрагмент но патина здесь просто он стекловидная красивая и шанс какой шел с переходами с переходами шел кими краски переходами вот здесь был красивый был да ну прикинь он большой был наверняка полезный мы с тобой находили но без узоров это даже мало бы знаешь что это могла быть это мог быть кельт это только его кончик ну да очень красивая вещь красивый да было бы так еще у него находочка монетка по всей видимости царская ребят это полушка он полей потихоньку смотрим может чё рассмотрим ну да это полушка было скорее всего но состояние ну и даже не везет сегодня его обломок разве это состояние для леса это капец на поле такие монеты но в лесу это точно это конечно обидно и досадно две вроде как классные находки ребят но опять-таки убитая полушка и только часть древнего топора были ну повертимся здесь коп постепенно подходит концу у меня вторая монета вторая монета ребятушки это полтинник 68 года вот так вот ну все комрады закончили наш коп вот находочки некоторые уже сполоснул немного но давайте вместе рассмотрим чего мы сегодня отыскали вот они два ядрышка вот это крупненько хорошая пойдет в коллекцию ядра у нас в коллекции тоже имеется ножик старинный классный в принципе бодрый надо обессаливать нужно чистить но это все потом далее попалась мне такая штуковина и снимал не знаю чего какая-то лапка какой-то держатель но здесь остатки железо видны штифты какие-то стояли скорее всего вот медный или бронзовый в патине в зеленый видно что давно в земле лежал но честно говоря вам не подскажу может быть вы напишите вот я буду вам благодарен жетончик я сполоснул вот такой замечательный сохран алюминиевый жетон я их собираю вот поэтому этой находке я рад двушка весьма бодрая у вас смотрите это нормальная двушка в огнях полтинничек 68 года вы видели у бати пуговичка пару советиков рядовых копейка 71 трешка 79 и вот это вот монетка царская такая редкая находка и вот такой вот ну это не сохранно ребята это конечно труба видно здесь орел мы думаем что это полушка скорее всего так и есть гурт шнур вот ну конечно это уже монеты назвать сложно но сам факт того что царские монеты еще по нашим битым перебитым лесам валяется и самая интересная находка сегодняшнего выхода пускай она не комплектная пускай это только обломок но все равно я считаю что эта находка очень интересная это древняя вещь это до нашей эры вот видно что облом произошел еще в те далекие времена облом зарос патиной вот вот здесь еще немножко была патина наросшая на лезвие но к сожалению при транспортировке и потом при полоскании она ушла но потому что такие предметы очень нестабильны вот грунтом был очень жесткий очень такой знаете очень как будто не лесной батя нашел на край на окраине леса вот ну в общем вот это вот то что осталось я уже сохраню я покрою его зеленовым маслом потом возможно искупаю его в микро кристаллическом воске это все дело закрепится никуда уже не денется но вот видно здесь не просто так было литье здесь видны узорчики вот они как бы как бы были грани такие но интересное исполнение это скорее всего был либо топор либо это кельтского топора вот в тульчатого это только его вот этот краешек а дальше он шел длиннее я найду похожие предметы вот обязательно вам скину ну тут патина ребят вот кто находил такие вещи тот знает патина здесь просто изумрудная толстая толстенная вот здесь видно прекрасная толщина этой патины конечно такая патина не сможет нарасти на бронзу в течение там 300 400 да даже тысячи лет вот такой коп у нас получился ребят да в принципе как для родового выхода по битым перебитым местам вполне нормально поле нам вообще практически ничего не дало комрады там по пару советов понаходили и куча разного шмурдяка у нас тоже шмурдяк но он остался за кадром поле как обычно мы на полях практически никогда ничего не находим а лес опять дал более менее интересные находки все ребят кому понравилось видео ставьте лайки подписывайтесь на канал до новых встреч пока